МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россия воспользовалась своим правом и наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о создании трибунала по делу о сбитом малайзийском Боинге. Таким образом, Россия вошла в конфликт с международным сообществом. Правильный ли это шаг или ошибочный? С таким вопросом мы обратились к жителям российской столицы. Я считаю, что правильный. А почему вы так считаете? Ну, потому что, считаю, сначала нужно расследовать, как он сказал, а потом уже судить, соответственно, что-то создавать. А пока, в принципе, следствие не закончено, не опубликовано, что там создавать? А вас не смущает, что Россия оказалась в одиночестве? Ну, в принципе, иногда очень часто это оказалось в одиночестве. Еще со времен Потропирова, так что ничего удивительного. Ну, как бы, естественно, мы знаем, что кто-то погиб, но мы же не располагаем какой-то огромной политической, грубо говоря, информацией, чтобы что-то об этом решать. Поэтому так. То есть вы просто делегируете, пусть за вас решают, а потом Россия опять будет изгоем, да? Что-то провокационный вопрос какой-то. Ну, как? Это же очевидно. А санкции-то из-за чего? Вот из-за этого всего? Не знаю, что сказать, извиняюсь. Крым же наш, Николай. Что-что? Ну, Крым же наш, Николай. Давно было пора сделать, да, все это я сказала. Значит, я так думаю, что это не вызовет, так, все. Санкции? Да. Определенных санкций, потому что вообще надо уже Запада воспитать под нас. Давно пора. А каким образом его воспитывать? Так самолеты сбивать? Нет, не как самолеты сбивать. А чтобы они, ну, так, все, я пошла, можно было. Ну, если запреты уложили, во-первых, это Россия саму решать, а не за границей. Почему? Самолет-то был малайзийский. Ну и что? А территория? А на территории Украины был сбит? На территории ДНР? Не знаю, как вам ответить. Но я думаю, Россия решает правду. То есть права все-таки? Да. А не возымеет ли это такое действие, что новые санкции начнутся? Ну, может быть, они что-то и предпримут, санкции какие-то, по-новые. Но я за Россию. Я считаю, что должно быть расследование, настоящее расследование, которое должно быть достояние классности. Это мое личное мнение. А как вы прокомментируете то, что Россия единственная страна из всего Совета Безопасных? Это плохо. Это плохо. Это плохо. Это может привести к каким-нибудь последствиям? Ну, это уже конфронтация, я считаю. Что одна, один против всех. Так что, как всегда, как у нас в обществе, один человек, говорят, поле не воин. Так же и здесь, наверное. Почему, как говорят по телевидению, наши дома, всякие доводы России не принимаются во внимание мировым сообществам европейским? Ну, это так, во всяком случае, мы слышим. А что там на самом деле, глубоко мы не вникаем. А вам не хотелось бы выникнуть? Нет, не хотелось бы. Почему? 298 человек погибло, 80 детей. Нет, это, конечно, это очень грустно. Но когда мы сейчас заняты своими проблемами, то в настоящий момент бы нам не хотелось вникать. Нам бы вникнуть в состояние своего собственного здоровья. Я считаю, что это ошибочный шаг. А почему? Ну, потому что надо рассматривать эту ситуацию до конца. Не закрывать ее. Как бы вот. А как вы считаете, в связи с таким вот вето жестким, будут какие-то последствия для России? Будут. А какие, как вы думаете? Ну, сейчас Россию распинают все. Ну, не все, как бы, да, но большинство. Это мое мнение. Вот как бы так. Я знаю, что сейчас Россия не в хорошем состоянии. Все страны практически ополчились благодаря США. Поэтому вот вето, я считаю, неправильно, конечно, они сделали, что наложили вето. Надо было как-то это по-другому решить. Потому что сейчас будут за это распинать нас тоже. Ну, это с какой стороны посмотреть еще? Конечно, это сами решают, что им там. Выгоднее или не выгоднее. Или правильнее, неправильнее. Для начала надо расследовать правильно, а не скрывать факты. Вот когда не будут скрывать факты, тогда можно говорить о тримуналах. А кто скрывает факты? С моей точки зрения, все скрывают факты. То есть и они, и мы? Я думаю, больше они, но я думаю, и мы тоже. А как вы полагаете, может быть, все-таки надо было пойти навстречу и дать шанс? Какой шанс? О каком шансе вы говорите, я не понимаю. Шанс чего? Ну, фактически, единственная страна, которая наложила вето. Да, наложить вето может только пять стран, правда? Остальные не могут наложить вето. Поэтому говорить, когда единственная, одна из пяти наложила вето, да. Ну и что? Вас это не смущает? Нет. А почему я это должен смущать? Это очень хорошо, что наложили вето. Это правильно. А почему? Потому что Россия выразила свое мнение. А то, что она заблокировала, это происходит геноцид донецкого народа украинско-фашистскими оккупантами с помощью американцами. И остальные десять стран, которые полностью поддерживают геноцид, я считаю, это неправильно. Россия единственная страна, которая в Совете Безопасности выражает действительно настоящую позицию, действительно права и правильно делает. И правительство с президентом нашим, дай Бог им здоровья, счастья и удачи, чтобы они в дальнейшем выражали свое мнение таким образом. Понимаете, я не в теме немножко, я не могу сейчас вам четко ответить. Я просто всегда поддерживаю вообще правительство России, да. Их действия абсолютно оправданы, взвешены, четки. И это признают во всем мире, правильно, насколько я понимаю? Ну, не во всем. Ну, в основном, во многом, да, признают. Самый авторитет, один из самых авторитетных людей мира, да, планеты вообще, является Владимир Владимирович Путин. Это неизвестно, кто сбил. А если расследование будет вестись какими-то способами, далекими от истинных, то это ничего не даст никому. А вы полагаете, что только мы можем вести такое расследование? Нет, это нужно вести все вместе. Нас к этому не привлекают. Наоборот, наши сведения, которые у нас есть, их просто игнорируют. Ну, и, соответственно, мы позицию занимаем такую, какая она есть. Мы дали ответы всех респондентов, согласившихся их дать на камеру. Никоим образом не комментируя их качество и характер, мы бы хотели подчеркнуть, что именно в таком состоянии находится нынешнее российское общество. Саша Сотник, Роман Переверзев, Сотник ТВ. Я думаю, что это все-таки нам выгодно, чтобы как-то отделиться от Украины. Скорее всего, вот в этом какая-то выгода есть. А каким образом? Чтобы быть более как-то независимой и отделенной от Украины. Ведь это же явное противопоставление себя всему цивилизованному миру, международному сообществу и так далее. Не находите? Ну, я думаю, что вот этим действием Россия хочет показать какую-то свою обособленность, силу, ну, независимость перед, не знаю, той же самой Америкой, перед теми же самыми, да, перед той же самой Америкой, допустим. А не грозят ли нам новые санкции в связи с этим? И перед Европой, естественно. Конечно, это, я считаю, шаг к протесту перед другими государствами, которые нас окружают. И до чего можем допротестоваться? И до чего можем допротестоваться, что просто может, как-то это будет реагировать, это, вернее, приведет к тому, что, это приведет к проблемам с государствами, допустим, с Европой, с Америкой, они нам, с Германией, с той же самой, естественно, они нам просто выставят новые санкции, а мы будем, ну, не знаю, каким-то образом выживать, наверное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!